В этом кабинете молодой специалист Анастасия Петрова принимает пациентов каждый день. Девушка работает на полставки до обеда. Через несколько дней получит диплом выпускника медуниверситета. Впрочем, квалификацию клинический психолог ей уже присвоили, поэтому устроиться по профессии не составило труда. С пациентами после инсультов и черепно-мозговых травм я провожу нейропсихологическую диагностику и коррекцию на восстановление функций высшепсихических. Кто с теми пациентами, которые поступают здесь с травмами порно-двигательной системы, это скорее консультативная работа, именно психологическая помощь и поддержка. На клинических психологов в Тихоокеанском государственном медуниверситете стали обучать с 2000 года. По словам преподавателей, за последние несколько лет число студентов сократилось, но в целом интерес к специальности не упал. В этом году вуз подготовил 39 клинических психологов. Больше 200 человек продолжают проходить обучение. Клинический психолог хорошо знает психологию соматически больного пациента. Это психосоматика, это один из китов клинической психологии. Клинический психолог хорошо знает состояние человека в кризисе. А кризисы – это подростковый кризис, это кризис среднего возраста, это экзистенциальный кризис. Помочь подросткам смогут школьные педагоги. На согласование в Минздрав уже отправлен проект программы, предназначенный для учителей. Преподаватели хотят обязать выучить основы детской клинической психологии. Предполагается, что применение новых знаний поможет педагогам распознать подростков, склонных к суициду. Мне кажется, если мы говорим о профилактике суицидального поведения, профилактике агрессивного поведения, профилактике, модное слово сейчас – моббинг, то есть какое-то психологическое насилие одноклассникам над другими одноклассниками, то нужно, чтобы работали профессионалы. Учителя могут иметь эти знания, чтобы обратиться к профессионалу-психологу, а потом психолог определяет и может также рекомендовать потом обратиться, допустим, к специалистам медицинского профиля, к психиатрам. Сопровождением профессионального клинического психолога во Владивостоке пока может похвастаться только филиал Нахимовского военно-морского училища. На каждый поток свой специалист. В школах такой практики нет. На мой взгляд, вопросы детской клинической психологии, они важны не только для педагогов, но и для всех родителей. И зная то, что сейчас в стране происходит, и это не только в нашей стране происходит, вот этот кризис подростковый, он выходит уже за все возможные рамки. По словам заведующей кафедры, клиническая психология затрагивает все психологические дисциплины. С четвертого курса студенты проходят основы психотерапии. При этом врачами такие специалисты себя не называют. Они не могут выписывать рецепты на прием лекарственных препаратов и не оказывают прямого физического воздействия на пациента, как, например, это делают хирурги. Главный инструмент психолога – это слова и эмоции. А задача – помощь в реабилитации. Мы учимся не только коммуникации с трудными подростками, но и коммуникации с детьми и взрослыми, страдающими какой-либо психической патологией. Работаю с больными, с патологией желудочно-кишечного тракта. И очень важно учитывать вообще личностные особенности, потому что сейчас в основном как лечат болезнь, а не учитывают личность пациента вообще. Я успел побывать в тысячкоечной больнице в нескольких отделениях, вот в котором я был, это было отделение травматологии, на Шепетково, в ДВО «Ран», в детской психиатрической больнице на «Жигура». Также мы успели побывать в детской больнице на Чуркине для детей-отказников. Ну и в данный момент я работаю по специальности. Трудоустроиться по профессии легко, так отмечают сами студенты и выпускники. Молодые специалисты требуются в наркодиспансер на работу с личным составом Тихоокеанского флота, в управлении МЧС, в реабилитационные центры, но очень часто клинические психологи на своих местах не задерживаются. На постоянную текучку кадров влияет заработная плата. Во Владивостоке во многих госучреждениях это не больше 10-12 тысяч рублей в месяц. Естественно, везде, с самого начала мы не будем получать миллионы. Естественно, что это как бы небольшие деньги. И слава богу, что пока мы студенты, да, еще у нас есть возможность как-то обращаться к родителям за помощью. Но опять же, я считаю, что размер заработной платы зависит от того, насколько человек отдается своей профессии. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.